И снова здравствуйте, всем привет! Итак, в прошлых роликах, значит, настройку сделали вот этого неба, чтобы здесь, значит, нормально свет реагировал для освещения, значит, для рендера. И такая ситуация, вот, допустим, ложится туман. Ну, не в этот, допустим, город или в какую-то сценку, в каких-то прериях, там, чтобы была такая страшная сцена, как будто там кто-то мёртвый, там, или ещё, допустим, что-то. Ну, такая штукенция, короче. Туман очень поможет сделать, значит, страшные такие впечатления. Ну, давайте попробуем его настроить. Так, настраивать будем N-панель. Включу сразу Screencast Key. И теперь Shift-A, Mesh, добавляем куб. Можно куб, можно, опять же, сферу. Ну, давайте добавим пока куб, а потом попробуем ещё сферу. Значит, так, чтобы всё это дело работало, у нас куб должен поглощать, закрывать весь вот этот наш город. Ну, когда видите, что куб закрывает город, у нас пропадает небо. Надо будет ещё с этим делом разобраться или посмотреть, как это всё дело будет реагировать. Так, пока небо аж скроем. Так, куб, ну, можно, значит, много его не надо, наверное, ставить. Там можно приподнять, можно его потом будет как-то сплюснуть. Словом, настраиваем. Так, заходим в Shading, New, новая штукенция будет. Так, вот, BSDF удаляем. Теперь добавляем Add ноду. Так, в принципе, Volum. Так, добавляем её, ставим вот сюда. Так, здесь я сейчас побольше сделаю. Так, следом Brickness Contrast. А ну-ка, Brickness Contrast. Следом Color Ramp. Color Ramp. Опять же, значит, Noise Texture. Noise Texture вот сюда в связку ставим. Так, здесь можно поуже. Теперь идёт у нас Subtract. Так, Subtract он не тут идёт. Это получается у нас, значит, Mix Color. Mix Color сюда подставляем. И, значит, за место Mix ставим Subtract. Ну вот, теперь пойдёт. Теперь Gradient Texture. Так, где она тут буква G? Градиент Texture. Следом идёт Mapping. И идёт текстур, значит, текстур. Так, текстурные координаты, короче, Co. Вот, текстурные координаты. Во. Так, соединяем, значит, это на Surface. Пардонки, на Volum. Это, значит, на Color. Эта штука. Так, это, значит, на вторую поднимаем. Тут чуть-чуть можно передвинуть. Уплотниться, чтобы видно было. Так, Color. Color идёт на B. Это идёт сюда. Ну, а здесь, так, вот эту штуку к вектору. Так, смотрим, что получилось. Так, теперь нужно здесь чуть поменьше сделать. Смотрим, где наш туман. Так, здесь поставим побольше. Сабсурфейс. Ну, давайте до 800. Так, теперь он... А, вот я ещё не подключил. Ну, фак идёт к факу. Так, теперь вот с Color ramp'ом сейчас разберёмся. Давайте подвигаем чёрный поближе к белому. Так. Здесь у нас, значит, соточка. Анти-стоппинг вот этот 200 с лишним. Так, здесь вроде бы всё нормально. Вектор всё нормально. Тут по тысяче. Угу. 5000. Вроде бы всё стоит. Но почему-то... А ну-ка, давайте зайдём сюда. Зайдём в наш куб. И переключим, значит, вот эту штуку не на Color, а на Density. Во! Уже появился туман. Так, здесь поставим какую-нибудь... Ну, посинее что-нибудь. Так, что у нас тут происходит? Здесь поближе. Здесь соточка. Здесь, значит... Поводили, прибавили. 5, 2, 0, 5. Так, и с какой стороны тут смотреть? Так, а ну-ка. Так, 0. Включим камеру. Shift, F. И немножко прогуляемся до того места, откуда, допустим, этот туман будем смотреть. Ну, допустим, отсюда. Так, теперь выбираем наш туман и опять же смотрим, что тут не так. Так, здесь мало-мало-мало. Здесь, значит, сюда прибавляем белый. Если сдвигаем, он, значит, как бы налегает, да? Так, цвет. А ну-ка давайте так побелее поставим. Skyl тумана. Значит, можно меньше, можно больше. Так, контраст. Вот он есть, контраст. Контраст, значит, на соточку, как и был. Так, здесь результат какой? Что-то никакого. Так, 800 поставим. Pointliner. Ну, в принципе, что, все. Как я раньше и настраивал. Так, попробуем. Так, это вот так у нас, да? Ну, в принципе, туман есть, но он... Что-то какой-то он плотный, а ну-ка. Нет, туман есть. Надо его... А ну-ка, наверное... Не, вот он есть. Так, а ну-ка, семерка на нампаде. Наверное, нужно его просто покрутить. Так, как бы вот так. Вот сверху сейчас посмотрим. Вот он, видите, темнеет. Вот так поставим. Теперь здесь он заполняет. Ближе к этому уплотняется. Здесь становятся перьями. Тут уже никак он не становится, значит. Приближаем. И что у нас получается? Skyl. Вот. Больше вот этой части. Так. Заходим, значит, в наш вот этот туман. Выберем ему Skyl еще побольше тогда, чтобы нормально тут ходить. Так, смотрим. Можно его чуть-чуть уменьшить. Чуть-чуть развеять еще побольше. Сделать вообще он туманом. Так. Сделать цвет ему, значит, белый. Или пустынный серый. Так, побольше делаем светлого. Ну, в принципе, что? Над городом туман. Согласитесь. Здесь однозначно туман. Только нужно будет куб, наверное, вертеть. Именно с какой стороны заезжать. Ну, чтобы конкретно был туман. Ну, тут его можно... Так. Чуть-чуть. Чуть-чуть надо делать. Поменьше, побольше. Вот. Раз. Так. Если 200 поставить, уже туман уходит. И он становится вдалеке. Видите, да? Значит, здесь мы ставим 1.2. О, пардоньте. 0.12. 2. Так. Ну, так еще туман. Так. Теперь, что у нас получается? Тут туман. Значит, нужно семерка на новпаде. Я думаю, куб немножко... А, пардоньте. Ctrl-Z. Значит, вот этот куб R немножко подкрутить к нашей сцене. Вопрос, откуда мы будем заезжать в город и где будет туман, да? Так, а ну-ка, камеру выберем. Shift-F и немножко погуляем. Так, посмотрим. Ну, там у нас вдали шиздец туман. Вот. Если, допустим, раз, и мы ушли в полный туман тут, да? Вот у нас город. Здесь тумана нету почти. Так. Значит, что нужно сделать? Нужно сделать, чтобы здесь в городе был туман. Значит. Угу. Выбираем куб. Семерка на новпаде. И тогда крутим сюда. Здесь тогда... Ставим ноль. Так. Теперь добавляем... Какие-то, значит, уплотнения перья. Может даже Skyl. Что тут со Skyl? На 8000 поставим. Roughness. На серединке. Детали. 0800 попробуем. Так. Ну, тут все вроде бы нормально. Так, так, так. На камере ноль. И тумана, как говорится, где-то он есть, но пока мисс не тут. Так. Ноль на нампаде. Ну, вот. Вот теперь туман. А ну-ка. Вот. А нисотропия. Вот. Её в минус. Она, значит, прикольно делает. Ну, как где-то по нолям плотность. да потом чуть она значит разбавляется где-то 0611 ну вот выбираем сколько нам надо значит тумана и получается тогда о вот теперь у нас везде туман со всех сторон где-то больше где-то меньше значит если будем теперь увеличивать где-то с какой-то стороны можно сделать более-менее так нормально только если солнце на нормальном настроить так и получается ничего такой неплохой туман только там его уже нету значит что это g как если накрываем весь город туманом и здесь тогда нужно плотностью вот 0 так погодьте 0 300 так 0 200 уже прям такой очень плотный туман он сразу поднял в принципе неплохо так если мы эту поднимаем штуку туман ложится как бы больше понизу да здесь как бы он заполняет вдаль уходит там давайте поставим 200 269 принципе чем нормально настраиваться страшная картина будет еще солнце настроить час а ну-ка так что у нас тут получается вот заходим в город и что-то здесь его уже многовато здесь вот если смотреть вроде бы нормально так когда здесь на сотку и семерка на нампаде смотрим что тут не так значит нужно так где этот город вот здесь будет если так подкрутить то здесь уже тумана будет поменьше так он вроде бы есть но его вроде бы как и поменьше так если мы вверх чуть-чуть приподнимем плюс чуть-чуть его значит тут где-то покрутим как говорится все хорошо но очень плотно как давать еще один вариант попробуем настройки значит делаем сюда добавляем это миг шейдер так миг шейдер и значит тут эту всю вот эту нижнюю часть всю а ну-ка если вот сюда бы ее переключить так на опа пардонте на surface нижний переключим градиент текстур переключим на радиальной и что мы получим то а ну-ка а я вот эти еще не крутил так а ну-ка пардонте так ну вот этот способ нормальный вот так микс микс шейдер есть его вот миг шейдером еще можно здесь руководить в принципе тоже неплохо да чуть больше меньше вот где-то 400 ну половину выбрать да и вот эту штуку прибавлять уменьшать потом настройка вот этой вот саб тракт вот тоже неплохо так получается вроде как ну здесь уже локально ротация можно здесь ротацию наверно до крутить это туман по осям потом делать ему скайл по иксу где-то больше где-то меньше так это единица ну попробуем по оси z никакого результата а ну-ка по оси y ну очень сильно получается так а ну-ка попробуем значит это все-таки на шейдер сюда так маппинг пока отключим так 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 что у нас тут еще так факт 0 так здесь у нас значит а пардонте так где-то так 13 ставим тысяч так где же у нас тут туман почему он не появляется как а ну-ка вот он появился значит туман так и что у нас получается дэн сети больше меньше так ладно ставим на по 200 так что у нас тут с перьями где он у нас вот он прибавляем теперь его вот эту штуку так а ну-ка так а ну-ка ну теперь какой-то другой туман так чуть-чуть значит все дэн вот он факт прибавляем когда раз прибавили этот факт а ну этот уплотняем здесь покрутим повертим значит можно тоже прибавляем прибавочку до 1000 наверное бридж а ну-ка опа ну пусть на сотку да так ну получается вот такой туман так здесь еще значит что у нас факт поменьше вот поменьше можно на сотку поставить вот уже другой туман более такой прикольный так что у нас тут еще так если мы это дело поменяем местами во пробуем по-другому да так здесь теперь что у нас как реагирует сон тут вообще как-то неинтересно стало так ну больше меньше а ну-ка во тоже есть туман да тоже есть туман но наверное лучше его вернуть в предыдущее состояние так тогда здесь что получается то же самое то же самое а вот это поменьше во так смотрим где у нас освещено больше видно было что это и правда туман да ну тут можно еще ветер добавить конечно там всякие штуки может туман прям побольше может туман чуть поменьше вот ну больше это наверное на какие то сцены такие вот в лесу где то может быть в горах в прериях там еще что то ну город тоже вот вроде бы в тумане так вот еще башни не ровно стоит подправим так что тут смотрим ноль на нампаде shift f а тут прямо заблудиться можно о о вон он город так ну это нужно выбирать теперь ракурсы и смотреть как это дело в принципе нормально смотрится да ну видно что туман единственно что еще так это у нас настройка на куб включим shadow посмотрим ноль на нампаде shift f и смотрим что у нас с небом ну в принципе небо прорисовывается вот теперь давайте попробуем этот куб где он тут находится вот он куб попробуем настроить значит чуть чуть помягче и значит ноль на нампаде на камеру будем смотреть угу так где тут куб вот он так попробуем без миг шейдера так а эту значит напрямую пока миг шейдер уберем так и что тут не так что тут сорвалось так ну как стольник тут был тут нужно поставить стольник тут можно значит где то побольше что то тут тут тоже побольше фактор мне вот этот вот этот вариант настройки без микс шейдера больше как то нравится вот раз тут тумана можно больше возможно даже заанимировать его чтобы он прибавлялся уменьшался при подъезде так что еще тут вот здесь если единичку поставить назад вот тумана больше по иксу ставим допустим 8000 уже получше короче по иксу у меня будет регулироваться тут вот видите что вот можно его тут крутить вертеть и подгонять так теперь если ротация теперь значит локация тоже вот локацию можно двигать контроль сет назад и значит ротация по игреку контрол это ну-ка если по иксу Ну да, вот можно я тут подогнать, поднастроить под камеру, не вопрос. Так, а ну-ка, если камера включена, Shift-F, а ну-ка, давайте погуляем. В принципе, приятно вот. Вот это приятный туман. И сразу видно, видите, небо вдалеке. Так что небо тоже будет на рендере нормально смотреться. И тут еще пыль, если добавить, ну прям будет, я думаю, изумительно. Ну и на купы, на сферу, в принципе, нормально настраивается. Ну, словом, вот такой вариант. Значит, в группе вот эти скрины есть. Любой выбирайте, пробуйте, если кому-то туман нужен. Ну, вот такой вариант для Дикого Запада, я думаю, ну, неплохой. Вот такая штукенция. Так, все, на этом все, пока. До свидания. Пробуйте, если кому-то надо. Ну, такие, значит, варианты. Дикого Запада Продолжение следует...